добрый день вы смотрите открытую студию проект места города как избавиться от долгов законными методами обсудим сегодня и с нами на связи руководитель филиала федеральной юридической компании югра в городе новокузнецк анатолий михайлесенко приветствую анатолий если смотреть на динамику последних лет какая ситуация за кредитованностью россиян у нас в россии очень растет причем она растет совершенно одинаково пропорционально тем которые не могут отдавать свои долги несмотря на те действия которые правительством предпринимали так сказать мы давали не всем подряд а смотрели на долговую нагрузку населения испытывают настоящее время то есть ограничить выдачу то в любом случае растет число заявщиков основным генератором этого роста является все таки ипотечное кредитование а плюс автокредиты вот эти все программы лояльности вот в счет этого растет число ну соответственно не отдающих не может отдать задолженно своим также пропорционально растет из-за того что в первую очередь это пандемия очень большой упадок рабочих мест очень много сокращений организации в связи с этим и растет число неработающих россиян которые не могут платить полным кредитом есть ли некая статистика какой процент заемщиков оказывается не в состоянии вернуть долг смотрите если смотреть статистику за 1920 год в принципе по выдачам она одинаково но не по отдаче она очень сильно выросла причем порядка на 25 процентов она возросла это с учетом того что правительство все таки помогает оказывает какую-то помощь в плане того что это выплаты едино времени поддержка семьям была очень хорошего плюс предоставлялись кредитные коротковые до 1 апреля кстати который заканчивается действием плюс был запрет ипотечного кредитования чтобы не отбиралась единственное жилье которое находится в залоге но здесь ипотечная квартира или федеральный закон по ипотечному кредитования в любом случае любое залоговое имущество которое находится в залоге банка либо это даже ипотеки и пусть даже единственное жилье его просто по закону заберут если человек не сможет выплачивать ну а так динамика такая что сейчас все больше людей берут долги не могут их отдать по разным факторам потому что мы все-таки привыкли за определенное время жить так сказать в недостатки по определенным условиям и поэтому люди берут плюс сами видите прекрасно все программы от бояльности они идут на уменьшение процентной ставки несмотря на то что они отбор жестче спали делать не всем подряд давать но все равно человек берет в итоге происходит та или иная сатурация как обычно у нас проходит мы надеемся на одно а в итоге получаем совершенно другое мы же не знаем завтра например потеряем работу меняем к тому же с той же опять же пандемии резкий был резкое было снижение заработной платы вот причем это очень сильно ощущается на каждом человеке какие сложности возникают у тех кто выбирает способ ухода от долгов методом подводной лодки но этот конечно очень интересный но даже подводной лодки иногда нужно всплывать получить пополнить свою провизию он скроется поменяет номера телефонов но не сможет поменять номера телефонов скажем своих родственников зачастую и очень часто в первую очередь беспокоит начинают родственников родных близких работодателей в и даже есть и очень частые случаи когда начинают тревожить сотрудники службы безопасности банков либо коллекторское агентство работодателя и человека просто не умеют то есть плюсов тут практически нет потому что рано или поздно кредитор обращается в суд чтобы вернуть свои денежные средства которые давали должнику соответственно у того кто на подводной лодке он не имеет права не оспорить не сможет не оспорить там те или иные действия со стороны кредиторов не оспорить начисленные штрафы и пении не будет владеть информации владеть информацией которую подает на него кредитор то есть не будет никаких шансов произвести какие-то вопросы даже договориться с тем же банком например по отсрочке оплаты либо реструктуризации должник не давал письменного согласия что могут с ним контактировать коллекторы если вот он не давал письменное согласие что я разрешаю контактировать с работодателем друзьями и прочими лицами то они имеют право коллекторы с ними связываться или это не так смотрите это так в любом случае звонки продолжаются продолжается родственникам это первое второе на уловку опять же ведут таким образом банки и кредиторы закон постоянно какие-то носит изменения но банки то тоже не сидят на вместе так сказать они определенные поправки договора плюс какие действия с этой стороны происходят при заключении договора мы же приходим когда заключает банк кредит мы в основном не обращаем внимания ни что написано мелкими шрифтами не сопутствующие документы да мы обращаем внимание что вот на обработку персональных данных скажем ваших и третьих лиц если мы ее не подпишем нам просто не выдадут кредит поэтому человек подписывать документы и итоге звонки и сотрудникам службы безопасности несмотря на то что их обязали записывать пять лишним лет существует процедура банкротства почему до сих пор это запрещает выезд за границу но это очень просто до сих пор до сих пор не смотря на то что все таки правильно заметили пять лет уже прошло много ходит мифов такие необоснованно скажи мифы во-первых одни из них прошелки там которых многие сейчас тревожит это запрещают выезд за границу сам основной придут тебя домой заберут у тебя все это ноутбук и зарплатовую технику останутся голые стены это пугает естественно пугает то что будут какие-то люди непонятно приходить к ним хотя это в корне не так никакого счастья что еще в итоге если даже признаете банкротом через месяц-другой ты восстановишься будешь получать зарплату из тебя все равно спишут долги то есть мифов таких прям 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 страшенок очень-очень много поэтому многие скептически до сих пор относятся к самой процедуре для инкультсна такие вопросы в каких случаях вы рекомендуете прибегать к этому методу только в тех случаях предусмотрено опять же законодательство когда действительно человек понимает что он не может выплачивать уже долги упала у него зарплата когда он попробовал скажем договориться с кредиторами об отсрочке либо о каникулах которые сейчас имеются пока до 1 апреля если не так не так не получается договориться с кредитором то соответственно не может он уже оплачивать либо чувствовать что этот месяц он уже там занял там перехватился ну все у него нет уже возможности оплачивать ни одного даже ни частичного платежа поэтому лучше конечно прибегнуть сразу процедуре банкротства даже в федеральном законе 127 это закон о несостоятельности формулировка такая гласит если у человека имеются долги до 500 тысяч рублей он может впадать на банкротство о признании его банкротом а если долги у должника составляет свыше 500 тысяч рублей и он не может их выплачивать он обязан впадать заявление в рубитражный суд на признание его банкротом какие плюсы и какие минусы есть у процедуры банкротства так и в любом деле да есть плюсы и минусы касаемо банкротства здесь какие плюсы во-первых прекращается работа судебных приставов во время процедуры далее и после нее списываются все долги то есть все обязательства перед кредиторами которые заявили себя или не заявили плюс отстают сразу коллекторат то есть они не имеют права звонить взыскивать с вас ничего уже не имеют права после процедуры после списания банкротов банкротства вы свободный человек полностью от долговых обязательств начинаете жизнь так сказать с чистого листа а минусы ну они прописываются в том же федеральном законе номер 127 вот так много это один из основных на протяжении пяти лет при повторном взятии и оформлении кредита вы обязаны будете предупреждать что вы проходили процедуру банкротства во первое второе на протяжении пяти лет вы не будете иметь право занимать руководящую должность в банковской сфере пенсионных страховых фондов либо ты не можешь открывать быть руководителем в течение трех лет уговорочек такая но никто не мешает быть учредителем какой-нибудь компании на это нет запретов никакого с выездом за границу как дела обстоят может банкрот выезжать куда-либо да никто его не запрещает он абсолютно смело может ездить к тому же опять же напомню при процедуре банкротства все исполнительные производства то есть все ограничения по исполнительным производствам снимаются соответственно и снимается запрет на выезд за рубеж есть у человека такое же право спокойно выезжать за рубеж за границу кто может избавиться от долгов таким методом да в принципе являются гражданином Российской Федерации все и действительно этот человек может иметь зарплату может быть безработным вот но естественно если человек безработный он будет все равно искать какую-то работу то есть станет минимум на учет в центре занятости вот основных требований нет основное требование опять же все изложенные в нашем законодательстве это то есть он должен быть гражданином Российской Федерации иметь задолженность которую он не может выплачивать предлагаю ответить на самые популярные вопросы о процедуре банкротства а нужно ли признание банкротства физического лица всеми кредиторами нет не нужно по окончании процедуры банкротства когда человека признают банкротом и списывать с него долговые обязанности не обязательно признание всех кредиторов там так и прописывается в определении то что освободить долговые обязательства перед кредиторами которые заявили о себе и не заявили процесс и долги переходят на второго супруга или нет допустим в семье кто-то взял кто-то признал себя банкротом что будет со второй половиной на нее могут перевести долговые обязательства или нет нет смотрите долговые обязательства на супруга никак не переводится потому что о несостоятельности на банкротстве подают только один супруг но все-таки затронуть может их совместно нажитое имущество то есть если они в браке приобретали например автомобиль в течение трех лет то его могут оспорить не оспорить а выставить на продажу другие включить конкурсную массу то же самое касается земельных участков квартиры там еще что-то что было приобретено ими в совместном пользовании то есть 50% от совместно нажитого имущества уходит в конкурсную массу почему не проходит такой трюк когда перед процедурой банкротства потенциальный должник начинает переписывать свое имущество на внучатого племянника и прочих дальних родственников это самая большая ошибка многих людей которые намереваются только выносят планы свои подать на банкротство и начинают такие действия производить это очень опасно и не проходит потому что за последние три года проверяются все сделки совершенные должником вору плюс к тому же чем опасно кредиторы они не просто так участвуют в судебных процессах заседания они смотрят наблюдают также они со своей стороны проверяют какое имущество было какое есть также они перепроверяют потому что они же хотят свои денежки вернуть если они усматривают со стороны должника чтобы была машина за полгода даже перед оформлением банкротства продает еще и продает не просто посторонним человеку а родственнику то соответственно они спали вот эту сделку и все и эта сделка может быть испорена в суде и данный автомобиль выставлен на торги в итоге Один из самых популярных вопросов на который мы ответили ранее если коллекторы звонили по 50 раз в день и говорили что что впоследствии банкротства как раз таки позволит избавиться от этих звонков да все звонки вот эти вот навязчивые это что коллекторы что службы безопасности банков они очень часто в любом случае они автоматически обязаны прекращаться когда человек подал на банкротство плюс к тому же не знаю со стороны нашей фирмы в принципе это другие фирмы кто работает с этим делом они заключают договор со своими клиентами в первую очередь предоставляют антиколлекторский пакет вот то есть начинаем работать в том плане чтобы человека уже не беспокоили не тревожили не службы безопасности не коллекторы все эти действия ну по крайней мере мы делаем так мы берем их на себя то есть все общение с коллекторами берем на себя чтобы наш клиент был так сказать спокойный уже можно ли признать физическое лицо банкротом если у него нет имущества да можно такие люди тоже признаются банкротом то есть у него нет никак нет имущества которое можно реализовать конечно могут признать банкротом сколько раз в жизни можно проходить процедуру банкротства либо нет таких ограничений таких ограничений нет есть только временные ранки что прошел человек процедуру банкротства и в течение пяти лет он не может ее возобновить только через пять лет по истечении пяти лет какие еще вопросы вам задают о процедуре банкротства чаще всего ну основные вопросы все таки это касаемо по выезду за границу потом касаемо как отразиться на супруге на родственниках потому что многие банки бывают пугают что типа вы сейчас обанкротитесь ни вашим родственникам ни вашим детям никому там кредиты не будут и так далее скажите какими этапами происходит процедура банкротства и какую помощь на каждом из них вы оказываете смотрите процедура банкротства она состоит ну вообще-то скажем три этапа по процедуре банкротства первый этап это подготовка всех документов сбор необходимых документов подготовка заявления подача заявления в арбитражный суд подбор финансового управляющего то есть все эти моменты соответственно сама подача в суд последующем суде приносит решение об обоснованности принятия этого заявления либо не принятие возможно потребует какие-то дополнительные документы ему довольно часто в последнее время бывает такие запросы в последующем он назначает судебное заседание на котором признают уже первую процедуру республицией которая длится порядка от 3 до 6 месяцев тоже по решению судей по окончании процедуры республицией назначается процедура реализации которая также по решению суда длится от 3 до 6 месяцев по окончанию которой занимается уже решение о освобождении денежника от кредитных обязательств на момент начала процедуры банкротства все обязательства долговые приостанавливаются или пение продолжают капать нет там все останавливается при подаче заявления когда заявление принято когда человек признается он уже на первом этапе признается банкротом кстати все пение штрафы один из плюсов процедуры банкротства они останавливаются они не начисляются в каких случаях в каких случаях выгодно получать процедуру банкротства под ключ а в каких лихо отдельные услуги ну вот смотрите здесь по крайней мере это лично ну не только моё личное мнение но и моих клиентов которые у нас находятся все таки лучше брать не частичную а полностью подключить решение вопросов ну частично мы можем частично скажем для человека помогли собрать документы необходимые подготовили заявление и все и там получается мы бросаем человека ну это как-то несерьезно будет что-то так получается и в дальнейшем у человека например что-то не получает соответственно кого он будет обвинять он будет обвинять тех кто ему подготовил там сбор документов либо подготовили ему заявление постановка стану сам поэтому тогда если мы беремся то беремся от до признания человека и освобождение его от долга не называя имен расскажите как изменилась жизнь ваших клиентов после избавления от долгового времени законными методами ну они счастливы довольны даже перед окончанием процедуры конечно не переживали когда ждали спешит до самого конца у всех конечно такое мнение у всех есть друзья которые не дай бог не смешат посмотришь поменишь по моим словам все люди открывают возможности в себе кто-то идет учиться в институты кто-то обучается финансовой грамотности просто так ради себя кто-то обучается фотографии пенсионеры например у меня есть общаются постоянно с большими клиентами нашими освоили ландшафт дизайн сейчас нетерпением ждут весны чтобы высаживать цветочки заниматься своим благоустройством участков планируют не только у себя но и у соседей развиваться и они счастливы довольны и причем ни один с кем общаюсь ни один до сих пор не взял кредитов по крайней мере пока как начать с вами сотрудничество это очень легко можно связаться со мной по телефону либо написать директору инстаграмм в соцсетях которые имеются у новых телефонов в любом случае у нас консультант проводится в первую очередь консультация анализ ситуации по анализу мы уже определяем и говорим человеку подходит ли ему вообще процедура банкротства будет ли она ему экономически выгодна и какие шансы у него полностью чтобы списать долги перед кредиторами либо есть у него какие-то нюансы плюс возможность сохранения там имущества какого-то определенного если нет каждого своей ситуации и поэтому ее нужно рассматривать и скажем подробнее каждого не сможешь описать и объяснить вот этих моментов вахноподствия что происходит сегодня хорошо завтра где-то попал в больницу где-то еще что-то поэтому самое главное не затей спасибо не что